Друзья, идём сегодня в Кос, как вы видите. Мужской свитер красивого цвета на витрине. Опять всё чёрное, причёрное. Так, посмотрим сейчас. Меня уже здесь знают. Смотрят на меня, как на врага народа. Я всё хожу, шарик, шарик, ничего не покупаю. Красивый шарф. Красивая шапка. Красивый шарф. Розово-коричневый. Видите, у них розовое и коричневое. Вот такой шарф махеровый и шапочка такая, колпачок. Смотрите, какая сумка прикольная. Большая-большая-большая кожаная. Неужели опять будет так мрачно всё? Пальто красивое какое шоколадное. Шоколадное, наимоднейшего шоколадного цвета. За 450 долларов. Вот такое вот. Неужели сегодня опять всё будет чёрное, мрачное? Пока что я ничего интересного не вижу. Так, на манекенах. Классическое пальто, классический чёрный костюм. И ещё одно чёрное в магазине. Никого. Когда нет распродажи, у нас вообще здесь нет людей. Я здесь одна. Красивый свитерок. Есть такой же серый, наверное, шерстяной. Смотрите, какой интересного фасона брюки. Внизу, я, кстати, в прошлом году, по-моему, что-то примеряла подобное. Внизу у них, они как-то сужаются к низу. Их ещё можно сделать уже за счёт того, что есть вот здесь вот кнопка. Они такие типа бананы. Может, по мере возьму. И к ним такой, такая кофта, рубашка. Может, не к ним, нет. Она немножко другая. Видите? Другой цвет, другая ткань. То есть, брюки сами по себе. Рубашка сама по себе. Но брюки интересные. Так. Толстовки оранжевые. Обычные такие. Много всего, что я уже мерила. Ну, всё. Давайте будем смотреть, что здесь. Украшения эти я все же вам показывала. Сумки эти показывала. Всё. Это уже было. Кроме вот этих вот, по-моему, вот этих вот койкей. Кольца на два пальца. Видите, как вот так вот надеваются на два пальца. Два кольца. Два конца и посредине гвоздик. В данном случае не гвоздик, а бантик. И вот эти, по-моему, серёжки тоже новые. Видите, они разного размера. Есть одна серьга больше, другая меньше. Так, я надеюсь, что что-нибудь найду. Ой, какое всё скучнейшее. Просто скучнейшее. Это платье мы мерили, кстати. Мало новых вещей. Ну, посмотрим, что-нибудь поэше. Так, друзья мои, мы в примерочный вкос. Видео будет опять короткое. Последнее время кос меня совсем не радует. В нём всё такое скучно. Такое какое-то... Никакое. Ну, я кое-что принесла. Ну, вот, например, эти брюки. Я принесла две пары, потому что я насчёт размера не знаю. Здесь такой у нас костюм. Красивый, изумрудный даже, не знаю, такой изумрудно-морской волны свитер. И вот такой вот тоненький туп. Такой шерстяной, наверное, потому что у нас здесь жилет. Видите? Причём жилет без пуговиц. Такой просто вот... Такой, как очень хорошо сшитый, как будто бы жакет, пиджак, но без пуговиц. Не знаю, что-то с размерами. Великолепного качества пошива и, видимо, шерсти. Но мы потом рассмотрим всё внимательно. Так, ну, будем сейчас примерять. На мне сегодня очередной кожаный плащ из старых. Я как комиссар с этим. Так как у комиссара плащ был чёрный, а у меня такой жёлтенький. И под ним, сейчас покажу, разденусь. Под ним я сегодня в чёрном. Я сегодня в чёрном, немножко в хэллоуинском. У нас скоро хэллоуин, поэтому у меня такой немножко ведьминский стиль. Такой мартиша Адамс. Ну, в общем, почти. Вот. Значит, это у меня юбка такая с кружевом. И с двумя вот так вот разрезами. Топ. Он тут на крючках. Весь такой странненький. Визар, кстати, странного такого сочетания. Два цвета, два ткани. Два вида ткани. Один сверлопрозрачный, а этот такой не очень. То есть у меня под ним вот внизу то, потому что здесь прям всё нараспашку. Украшения, пояс, ботинки, которых у меня миллион. Но я всё время ношу одни и те же. Вы знаете, вот вы видите, я всё время хожу в этих ботинках-чулках. Хотя у меня куча обуви, куча. Но вот так вот мне как-то хочется. Вот я не знаю. Почему-то мне... Почему-то у меня на них... Они удобные, и у меня к ним лежит душа. У меня, кстати, на поясе написано Love. Видите? L-O-V-E. Ну, такое. Стилизация. Вот здесь, кстати, новое объявление. Написано, что... Значит, если подписаться на их рассылку, то можно получить 10% скидки и... Получить ранний доступ к их распродажу. Интересно, да? У нас раньше не было онлайн-корс. Может быть, они сейчас открыли? Может быть, они делают онлайн? Потому что... В чем смысл как бы? Ранний... Ранний сейл. То есть вы можете быть первая на распродаже. Но это же не в магазине. Это же, наверное, онлайн все. Вот. Кстати, я хочу сказать вам по поводу моего вида. Я... Мне одна женщина как-то написала... Я же всегда с работой снимаю. Она мне написала... Я не могу поверить, что вы в Канаде так одеваетесь на работу. Это правда. На самом деле... У меня в начале, когда я начала работать, меня все время спрашивали... Ты куда-то собираешься сегодня? Ты куда-то идешь сегодня? Я всегда говорила... Нет, я так как бы... То есть просто для них это вот такой вот вид. Это безумно что-то нарядное. Ёбка с кружевом черное, с разрезами. Но это вообще... Так они... Они так не ходят. Они так не носят. Кстати, женщина, которую мне написала, живет в Калифорнии. Я потом зашла на ее страничку и посмотрела на там несколько видео. Она живет в Калифорнии. Она мне так и написала, что я живу в Америке. Я никогда не видела, чтобы у нас в Америке люди так одевались на работу. Уж неужели в Канаде так одеваются? Так она мне типа наметнула, что я обманываю, что я не с работы иду. И я сказала, нет, у нас в Канаде так не одеваются, так в Канаде на работу одеваюсь я. Все, давайте примерять. Так, я начала с брюк. У меня есть еще одни, восьмой размер. Я их тоже примерю. Я принесла шестерку и восьмерку. Это шестой. Мне вообще-то они не очень нравятся. Я их пока примеряю с своим топом, потом еще помешиваю с витрой. Может быть, потому что они мне маловатые. Может, мне надо размер побольше. Потому что... Но мне они очень понравились на вешалке. Такие прикольные. Они правда очень необычные. Посмотрите, как у них здесь сделано. Вот здесь вот шов, выточка. Здесь вот тоже вот шов спереди. В общем, они такие бананы. Но они не бананы, которые, знаете, со складками. Они здесь ровные. Расклешаются вот так вот к низу, к низу. И внизу они немножко сужаются. Здесь еще есть дополнительная кнопка. Кстати, подлинья они у меня хороши. Но... Как-то... Что там? Слишком много ткани. И опять... И тоже они как-то ноги... Черт, я знаю, паруса прям какие-то на ногах. Я еще другой размер сейчас померю. Я не могу сказать, что они мне малы. В принципе, я нормально себя в них ощущаю. У них высокая посадка. Такой пояс плотный. Ну, давайте померю другой размер. Может быть, мне как-то больше понравится, как они на мне сидят. Так, восьмерка тоже нормальная. Они мне здесь посвободнее. Те прямо так в облипон были. А эти так, в общем-то, есть место. Но в них очень много ткани. Хотя я думаю, что мне лучше восьмерка. Потому что шестой был очень узкий. За счет этого это выглядело странно. Они были очень узкие здесь и очень широкие здесь. А эти вот пошире везде. Но вы знаете, что у них слишком как-то... Слишком это все вычурное. Слишком фэшн форвард. Слишком прямо дизайнерские такие брюки, я бы сказала. Я люблю оригинальные вещи, необычные. Но это как-то too much, мне кажется. Потом я в них... Они у меня толстят. Я в них как какая-то лошадь. Лошадь шаровара. Я не знаю. Ну, они прикольные. Очень-очень классные. Но, мне кажется, что-то они перемудрили. Вот у Кост такая проблема. Они либо очень сильно жалеют ткань, либо прямо уже так не жалеют, что хочется, чтобы немножко как-то... Ну, посадите. Вот это брючина. Вот оно. Но это, конечно, оригинальная вещь. Сшито хорошо. Я думаю, что ткань хорошая. Сейчас мы посадим в состав. Нет, я померю сейчас вот этот зеленый свитер с ними, а потом посмотрим в состав. Вы знаете, потрясающий свитер. Очень симпатичный. И вот мне кажется, что даже вот эти брюки с ним как-то выглядят лучше, когда не заправлен. Вернее, он тоже заправлен, но широкий вверх. Хотя считается, что если низ широкий, то и верх должен быть широкий. Но мне кажется, что как-то они слишком широкие для узкого верху. А вот когда верх такой объемный более или менее, то и вот эти брюки как-то выглядят с ним получше. Может быть, мне кажется. Кстати, свитер экстрасмол. Он тоже очень большой. Много мохера. Я думаю, что много шерсти. Потрясающе красивый цвет. Вязка, косы. Но он такой толстый. Ой, у меня волосы немного встали. Он такой толстый и очень-очень мохнатый. Но очень-очень красивый. Цвет не передает. Он на видео такой голубоватый. На самом деле он зеленый изумруд. Зеленый изумруд. С этими брюшками. Ну, брюшки такие. Знаете, кто любит поинтереснее что-то, то, конечно, вот можно. Так, состав. 51 махер, 41 шерсть. Все остальное синтетика. Стоит он 220 долларов. Размер экстрасмол. Вот номер его. И цвет пытаюсь вам показать. Вот такой, пожалуй. И тоже нет. Все-таки нет. Он все-таки более зеленый. Здесь он... Не знаю, как мне найти такое. Как мне найти... Ну, в общем, вы поняли. Он зеленый. Он реально зеленый. Ничего голубого в нем вообще-то же нет. Так, 100% шерсть. 220 долларов они тоже стоят. Это был восьмой размер. Вот их номер. Видите, я примерно шестерка-восьмерка. Восьмерка мне лучше все-таки. Как-то посвободнее. Мне кажется, что это получше. Хотя вот другие брюки. Вот эти я взяла тоже, по-моему, шестой. Я сейчас в них обаньки не влезу. Да, видите. Ну, сейчас примерим. Вы знаете, очень прикольный костюм. Он просто супер элегантный. Я еще вот этот топ нашла вот с таким вот рукавом. Но он очень длинный. Знаете, он просто... Я его притащила, чтобы померить с этими брюками. Он у него до сих пор. То есть это вот такая узкая как бы майка. По-моему, тут должна быть шерсть темно-темно-зеленого цвета. Значит, давайте сначала с жилетом померим. Потом жилет не застегивается. Он просто вот так вот лежит. И он шикарно сделан. Просто вот не придраться. Тонкая полоска. Как будто такой классический костюм, но жилет. Здесь цвет. Цвет такой, что плохо видно. Но поверьте мне, он абсолютно... Тут есть карманы, они просто зашиты. Он абсолютно идеально сделан. И брюки очень широкие. Я потом сниму жилет и покажу вам брюки вместе с топом. Он просто великолепен. Давайте я сюда вот здесь... О, здесь лучше свет, смотрите. Намного лучше видно. Просто не могу далеко отойти, но... Видите, лучше видно здесь в это зеркало. Сколько раз я здесь снимаю, и раз мне это пришло в голову, что мне нужно вот в это зеркало смотреться. Здесь намного понятнее. В общем, вы поняли. Даже ли этого можно так запахнуть, так запахнуть. У меня нету полос. Можно вообще вот так. И брючки. Брючки. Фу, терпеть не могу, кто-то говорит. Брючки. Брючки, кстати, классные. Сейчас я жилет сниму и покажу вам, как брючки выглядят без них. Так, смотрите, вот так выглядят брюки. Шестой размер, я все-таки в них влезла. На видео кажется, что здесь они мне узкие, но это нет. Вот это просто здесь свитер, вот этот, он вот мне до сих пор вот тут вот все скомячилось. Неудобно. Я расправляла, расправляла, но не получилось. Вот смотрите, какие они широкие. Так, сейчас я уже думаю, где же лучше мне показывать. Наверное, здесь. Смотрите, какие они клешные-приклешные. Опять же, не пожалели ткани. Длина, кстати, у меня хорошая. Удивительно. Ну, вот платья у меня в косо все длинные, а брюки у меня все как раз почти. То есть, мне не нужно, у меня небольшой каблук, вот такой. Мне не нужно ничего укорачивать вообще. То есть, вообще. Хорошие брюки, по-моему, тоже шерстяные, тонкая полоска. Сели хорошо. Восьмой я тоже, думаю, было бы нормально. Но я взяла шестерку. Мне было интересно, влезу, не влезу. И вот этот вот зелененький, зелененький такой темно-зеленого цвета, топик с таким вот рукавом. Так, значит, стопроцентная шерсть. Подкладка стопроцентная вискоза, но я чувствовала, что это шерсть. Так, жилет. 190 долларов. Это был размер шестой. Вот его номер. Делается скриншот. Брюки. Такая же ткань, тоже стопроцентная шерсть. Стоит тоже 190 долларов. Тоже шестой размер. Вот их номер. Кстати, недорого. Вот эти брюки стоят 220. Эти чуть-чуть подешевле. Хотя они стопроцентная шерсть. И ничем, абсолютно ничем не хуже. Так, вот этот топик, он сделан тоже из стопроцентной шерсти. Стоит он 100 долларов. Это был размер медиум. Он просто обычная вот такая вот, как будто бы футболка с длинным рукавом. Но он очень приятный на ощупь, потому что это шерсть, он облегает, он тоненький. Вот такую шерсть у нас можно носить, потому что в ней не жарко. Вот в этом будет жарко. А вот в этом будет как раз в самый раз. Потому что это шерсть, в ней тепло, но она в то же время тоненькая. Ну такая, знаете, ну вот как футболочка. Чуть-чуть прозрачная. На мне был топик внизу, поэтому это было не видно. А вообще она светится. Девочки, вот такое сегодня короткое видео. Ну правда, что-то я ничего не могу найти в курсе. В последнее время. Не платьев красивых. Ну ничего, вообще. Я прям стараюсь, стараюсь изо всех сил, но все что-то как-то мимо КОС. Все мимо. Кстати, я просканировала вот этот код, бар-код. И она меня отправила на веб-сайт КОС. И написала, подпишитесь, и вы получите 10% скидку на первый заказ онлайн. То есть у нас что ли открылся заказы онлайн. Мне кажется, что сейчас кончится тем, что они будут останутся только онлайн, а магазин закроется. Потому что в магазине тут стоят два продавца и ни одного человека. Причем так каждый раз, когда я прихожу, я тут одна, и два продавца вокруг меня уходят. И в магазине как-то пусто, мало одежды. Я думаю, что они действительно, может быть, хотят все как-то перекинуть на онлайн-продажи, скорее всего. Я спрошу у них, кстати, сейчас. Вот. Ну вот такие сегодня примерки. Девочки, всех люблю, целую. Надеюсь, что вам что-то понравилось. С вами была Тита. Всем пока. Bye-bye. Bye.